Сотни секций нового ограждения привезли в Анапу. На первый взгляд чугунное литье. На самом деле прочный, легкий и практичный материал полимер. Не выцветает под лучами палящего южного солнца, не проживеет от соленого ветра. Глава Анапы приехал на набережную, где несмотря на сильный ветер, уже установлены первые метры нового ограждения. В таких погодных условиях как раз и испытывают новинку. Мы что видим? Мы видим наше ограждение. Сколько лет оно простояло? С 2008 года. Да, оно свое отслужило. Но в нем есть не один знак. Постоянно агрессивная среда, соленое море. Постоянно ржавеет. Это уже секции, которые меняли. Есть часть секций, можно дальше посмотреть, которые просто проржавели, уже даже приварить не можем. Сегодня есть компания российская, которая делает с полимера. С полимера делает секции. Но мы выбрали эти секции. Мы считаем, что не нужно будет их красить. Они не ржавеют, а ничего. Я надеюсь на то, что это лучшее решение, которое на сегодняшний день есть. Его уже использовали и в Новороссийске, и везде. Оно хорошо как бы служит. Надеюсь, что и здесь оно будет нормально. А мы всю верхнюю набережную пройдем и закрываем. В течение месяца на главной прогулочной улице курорта заменят секции ограждения на участки протяженностью 1300 метров. Не надо будет красить, закреплять при каждом порыве ветра. И на вид совсем другое дело. Я думаю, надо выйти с предложением посмотреть замок. На кладбище старого? На кладбище, да. То есть ржавые в секции выпадают. То есть, может быть, его сделать чуть ниже, но тоже с полимера. Сделать, чтобы мы не красили. Каждый год и не тратили денег. Фирма-производитель дает гарантию на свой товар и продолжительный срок службы. Впрочем, старое ограждение еще функциональное не выбросят. Оно будет использовано для различных непрезентационных объектов.